Мало времени. Действительно, за суетой, за беготнёй, за работой, за какими-то заботами, мыслями лично я уделяю времени молитве. Ну, наверное, мало. Ну, не наверное, точно. И спасибо тебе, Саш, за это слово, которое обличает, ободряет и вдохновляет, чтобы мы больше времени уделяли молитве, чтобы это не было каким-то пустым говорением, да, многословием, как сегодня было сказано, чтобы это действительно было инструментом нашего роста и инструментом и каналом нашего общения с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Мы плавно переходим к причастию, к хлебопреломлению, Евхаристию, кому как нравится. Вот, давайте мы сейчас откроем место. Это Евангелие от Матвея, 26 глава. 26 глава, с 26 по 29 стихи. Если все нашли, давайте я прочитаю. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Аминь. Аминь. Давайте мы сейчас подготовим наши сердца, наш дух, для того, чтобы принимать хлеб, принимать венок, как символ тела Иисуса Христа и пролитой Его крови. Хлебопреломление или причастие – это та практика, то, что мы должны практиковать в своей христианской жизни, то, что заповедал нам Иисус делать в Его воспоминания, в воспоминаниях о Его жертве и в оставлении наших грехов. Как мы с вами знаем, Иисус безгрешный, Божий Сын, безгрешный, был убит за нас, грешников. Его безвинная кровь, вся до капли, была пролита на Голгофском кресте во искупление Моих грехов. Иисус был безгрешный, а мы, люди, Его распяли. Мы не увидели, не осознали до конца той, может быть, миссии, с которой Он пришел сюда. И, как бы, в какой-то степени, может быть, насмехаясь, Ему повесили венок и написали «Иисус, Царь Иудейский». Аминь. Да, Он был казнен, Божий Сын был казнен с самой позорной смертью на тот момент, через распятие. Для того, чтобы вдохнуть воздух, когда Он умирал на кресте, Ему нужно было немножко приподняться, чтобы расправить диафрагму. Когда расправляешься, распятые ноги причиняют еще большую боль. Когда ты не можешь вдохнуть, расправить диафрагму, тебе не хватает воздуха, ты задыхаешься. В общем, мучение – самая-самая мученическая смерть. И в то же время крест Голговский – это для нас символ любви. Аминь. Это символ той жертвы, символ того места, где были пригвождены мои грехи. Если у вас сейчас не обличает совесть, если вы воцерковлены, вы прошли через обряд водного крещения и считаете себя членом нашей церкви, или вы член какой-то другой поместной церкви, то я попросил бы вас сейчас подняться, приготовить свое сердце. Я попросил бы сейчас помочь пастора Романа и Александра Жданович раздать хлеб и вино. Продолжение следует...